Всем доброго времени суток! Сегодня у нас 6 сентября, канал Изимани. Хочу продолжить тему Амазоны. Я уже в предыдущих роликах рассказывал, что для меня лично делится работа на Амазоне на три части. Я имею в виду для новичков, естественно. Первый – это выбор товара. По выбору товара я уже рассказал свои представления. Я считаю, творческий процесс и любыми объективными методами, например, чек-листами, какими-то технологиями обойтись не получится, потому что много очень подводных камней, каких-то нюансов. Например, у меня уже несколько знакомых людей, которые начинают этим заниматься, сами говорят, что когда они выбирали товар, когда они выводили на рынок, было конкурентов 5-10 ключевых. Ну, 5, например. Вышли они на рынок, некоторое время поторговав, у них прибавилось конкурентов в 2-3 раза больше, потому что все так же ищут, все так же одновременно выбирают себе товары для продажи. Естественно, начинаются какие-то новые волны. Волнами люди зашли, товар пошел, товар не пошел, они отвалили. Ну и вот такими моментами происходит выбор товара у нас. Это один из таких самых простых, самых очевидных вариантов, что товар, причина, почему он может пойти, почему не пойти. То есть, большое значение имеет, конечно, удача. Но это в любом бизнес-этапе. С течением удачных обстоятельств. Следующим этапом, я считаю, это купить товар, доставить его конкретно до Амазона. Вот про этот этап я сегодня буду рассказывать. Третий этап, как я уже говорил, это, естественно, тактика продаж. Тактика продаж, кстати, на основе этой тактики вы должны иметь и товар такой. То есть, если у вас много денег, вы выбираете одни ниши. Если у вас очень мало денег, вы, соответственно, выбираете совершенно другие ниши. И совершенно другую применяете тактику. То есть, на данный момент, с тем опытом небольшим, подчеркиваю, мои, мне кажется, что надо товар выбирать уже основываясь на вот этих вот предпочтениях тактики. Какую вы тактику будете выбирать, в какую нишу будете заходить, соответственно, такой товар будете брать. То есть, если у вас есть там баланс 5-10 тысяч долларов, вы понимаете, сколько вы будете вкладывать в продвижение. Если у вас есть баланс даже тысячи долларов, соответственно, вы тоже должны понимать, как вы будете вкладывать в продвижение своего товара. Так, что мы делаем? После того, как мы выбрали товар, ну, как минимум, пяток. Пяток товара. Мои пожелания на данный момент, ну, естественно, я уже показывал все, по каким причинам, критериям мы отбираем товар. Предположим, мы отобрали товар совершенно разный, из разных ниш. Предпочтение я бы сделал, естественно, по объективным показателям. Объективные показатели достаточно простые. Это у нас, во-первых, очень важно учитывать тренд, направление. То есть, если сейчас у нас осень, значит, она определяться с товаром, который будет расти продажи в зимний период времени. Осень, зима, весна, потому что до лета надо дожить. То есть, естественно, есть товары у нас, мы не говорим вообще о сезонных товарах, которые только зимние, которые только летние, я говорю в принципе. Но в любом случае у каждого товара есть свои циклы. И есть определенный спад, есть определенный подъем. У многих зимних товаров подъем происходит, ну, у многих вообще товаров происходит в декабре. То есть, мы на данный момент сейчас должны выбирать именно тот товар, который будет расти к декабрю. Надувные мечи, шары, там, я не знаю, бассейны точно расти не будут в зиму. Какие бы они классными товарами не были у нас, соответственно, в летом. После этого мы, соответственно, уже смотрим элементарные вещи. Вес, габариты и так далее, и так далее, и так далее. Двигаемся дальше. Почему мы берем несколько товаров? Потому что с переговорами с китайцами бывают возникать различные проблемы. Общаясь с многими людьми также выясняется, что очень много вылазит всяких проблем. И бывает, что первая проблема – это, естественно, что-то мы не учли. У меня, например, первый был выбор товара, а я не учел габариты. И по доставке мне вышел товар, какой бы он выгодный, хороший, там, не был, по доставке он вообще не вписался никак, мне пришлось его убирать. То есть, можно в любом случае напороться на какие-то сертификаты, можно напороться на какие-то разрешительные меры, например, группы закрытые. Многие проблемы эти решаются достаточно просто, но некоторые проблемы не решаются и вовсе. Некоторые производители обещают, что у них есть сертификат, а на самом деле их нет. Причем они могут врать в наглую до самого последнего момента. То есть, пока вы в руки их не получите, веры китайцам нет. У них это принято, это для них нормально. Потом, опять же, всякие патенты и все остальное, надо тоже это учитывать. Следующим этапом, помимо вот этого скрытого, происходит именно самое такое простое. Это мы все заложили, все рассчитали, продажи классные, а нет маржи. То есть, непонятно, о чем люди работают. Мы берем товары, сравниваем цены, а наценки никакой нет. А некоторые товары, соответственно, наценка наоборот большая. Это говорит, естественно, во-первых, насколько объективно мы сделали мониторинг цен. То, что я уже говорил в предыдущих видео, что если мы берем товар и берем нижний предел цен, например, там, я не знаю, 10 долларов, а верхний 20 долларов. И мы, естественно, все мечтаем на старте, это очевидно, на средние цены, то есть по 15 долларов. Я могу сказать, что это вообще не факт. Вот, еще раз повторяю, совершенно ничего это не гарантирует. И мы большой вероятностью должны рассматривать вариант чуть ли не демпинга. То есть, выходя на рынок, демпинг – это одна из тактик. Да, есть тактика, что мы премиум, что мы премиум торгуемся в среднем сегменте. Но, еще раз говорю, цена имеет большое значение. И ситуация может быть совершенно разной. И не забывайте, что, еще раз я повторяю, что те же конкуренты постоянно, постоянно не дремлют и также выходят на рынок. Или вы отнимете какой-то серьезный кусок, и люди начнут демпинговать. То есть, есть различные причины. Вот, так что ориентируйтесь именно не на средние цены, а на нижние цены. Пускай вы не по 10 будете продавать, там, 10, 11, там, 12 долларов. Но никак не 15. То есть, да, бывает, кто-то жестко вообще демпингует. На них, конечно, внимание надо обращать. Надо смотреть все равно, в первую очередь, на первую и вторую страницу. Но не забывайте, сегодня они на первой и второй странице. Потом вы пока сделали, месяц пройдет, пока товар уже непосредственно дойдет до самого Амазона. Ну, может, там, три недели. Пока. Ну, и то это не фантастический вариант. Потому что механизм достаточно простой. Вам надо сначала провести переговоры с китайцем. Если возьмете несколько товаров, ну, как правило, два-три товара. Для того, чтобы, в принципе, определиться, есть ли нормальные поставщики этого товара, есть ли маржа. Вот, вы, соответственно, уже постепенно выбираете по этим факторам, что вам реально ближе, ближе к телу, так скажем, то, что больше нравится. После того, как вы определяетесь с товаром, вы уже с несколькими производителями этого товара начинаете торговаться. Торговаться можно разными способами. Кому как нравится. Я могу сказать, как я торгуюсь. Достаточно прямолинейно мне нравится в цвет китайцев сталкивать друг с другом. То есть мне дают предложения несколько. Ну, я, естественно, беру в каждой нише максимум производителя. Во-первых, выбираю сам максимум. Отсылаем письма. Они достаточно стандартные, ничего там такого нет. У всех, опять же, свой подход, писем. Если надо будет кому-то просить, я могу скинуть свои письма. Но везде в интернете огромное количество, бесплатные курсы. Все достаточно стандартно и одновременно индивидуально. То есть вы берете базовое письмо и подгоняете его под себя. Ничего там такого супер страшного, важного нет. Не надо писать, что вы там мега корпорация, что у вас там, я не знаю, миллион товаров на Амазон или там где-то в другом месте. И вы там понты колотить. Но, честно могу сказать, что любого переговорщика в переговорах очень легко раскрыть. И вот эти вот понты, их очень быстро можно поставить на место. Из-за этого подход у всех свой. Кому как нравится вести беседу и так далее. Я пишу достаточно просто, что моя компания ищет партнера для торговли на Амазон. Достаточно размыто и достаточно как бы... Ну, понимание есть, что в любом случае ищу на постоянную работу людей, себе партнера, так скажем. И все, больше я никаких дополнительных там не добавляю. После того, как мне присылают письма на почту, я, соответственно, беру, проверяю, сравниваю цены. Практически сразу всем отвечаю, какая меня цена устроит, что у вас слишком дорогательна. То есть я сразу вижу по... Ориентируюсь сразу по нижним ценам. То, какие предложения. Соответственно, если вы возьмете там 50 заводов, 30-40 заводов, тем будет для вас проще торговаться. Предложения будут поступать совершенно разные. Может быть такая ситуация, как у многих людей, что вы вообще планировали один товар. Естественно, вы заходите в нишу этого товара и находите что-то еще более интересное. Какую-то новинку. Что какой как раз из той серии, что... Можно ли улучшить товар. То есть, ну, такие вот всякие моменты. И рассылая обратные письма, то есть говорю, у меня устроит такая цена. Если люди начинают двигаться, отлично, они начинают мне там долго отвечать, что-то какое-то непонятное, там какие-то вещи. Я их просто сразу отбрасываю, выбираю себе там определенное количество. Все зависит от предложения, естественно. Определенное количество поставщиков. И сразу им пишу, чтобы не писали в скайп. Мы списываем в скайпе и очень быстро, одновременно, практически в онлайн я веду переговоры. То есть, по большому счету, достаточно, там, я не знаю, если люди реально имеют желание с вами работать, достаточно 3-5 дней, чтобы получить реально представление о вообще нише и вообще конкурентах. Потому что можно спокойно писать, вот мне Саня прислала вот такие цены, а вы мне даете такие. Прям фирма, прям завод, производитель. Можно немножко там, естественно, подрисовать цены, можно в фотошопе сделать, там, инвойсы, там, или как они там называются, их там, прайсы, изменить цены. Можно прямо в текстовом варианте, то есть, что вам в скайпе шлют, вы пересылаете. И таким образом просто быстро-быстро-быстро качать наших конкурентов. И прямо каждому свое письмо перекидывать с намерениями, естественно, максимально опустить цену. Кто готов опустить цену, мы двигаемся дальше. Кто не готов, то есть мы отсеем в конечном итоге до одного, до двух, максимум до трех производителей. По крайней мере, я несколько товаров так отбирал. Это происходило вот таким образом. После того, как мы их отобрали, уже понесли следующий вопрос. То есть, цены мы получили, мы уже понимаем, что, в принципе, по цене не получится никак сильно двигаться, потому что, если мы будем пережимать, нам могут просто плохого качества дать. То есть, могут нас обмануть какие-то... То есть, надо понимать, что я, в принципе, придерживаюсь такого подхода, что все должны зарабатывать. И если начинает срывать, разрывать, там, получить, можно получить негатив. То есть, это мне как бы не хотелось. И, соответственно, я уже буду выбирать, у кого лучше сайт. Я буду проверять через Google. Есть у нас, как минимум, три сайта. Это, соответственно, Alibaba. Потом есть еще два сайтика, вот таких вот серьезных. Это... Это... Не туда зашел. Это у нас, значит... Вот такой вот сайтик. Желательно, желательно, чтобы наш производитель или поставщик были на всех трех площадках. Но, опять же, это просто конкурентное преимущество. Не более того, не надо зацикливаться на этом. Если мы нашли вот окна Alibaba, если у него есть Trade Insurance, если у него есть все наши любимые звездочки, по которым мы будем работать, в принципе, в принципе, можно, можно этим и пожертвовать. Но просто это конкурентное преимущество в плане надежности поставщика. По поводу, как пользуются Alibaba, как пользуются другим сайтам, я рассказывать не буду, потому что все это есть в бесплатных курсах, у кучи народа. Я считаю, это вообще не важно. Это достаточно просто. Если реально кому-то интересно, обращайтесь ко мне в скайпе, я там какие-то моменты подскажу лично. Мне это несложно, если будет свободное время. Вот. Все, я думаю, все знают. Никому это не интересно. Весь смысл. Мы прогоняем страницы, выбираем производитель, сталкиваем, получаем нормальные цены. После того, как мы столкнули, получили нормальные цены, мы пробиваем самих производителей, что они себя представляют, чтобы не тратить лишнее время. Можно делать, естественно, параллельно, потому что лидеры, в принципе, и так сразу видно. Кто активно с вами переговорится в скайпе, все остальные, даже если не классные цены, все остальное, если они не идут на контакт, там, один-два дня, я их сразу блокирую и выкидываю, чтобы они просто им мозг не засоряли, потому что они могут родиться, проснуться, там, через месяц, через неделю, начинать там на мозги капать. Ну, пускай там на почту шлют, как бы прайсы есть, этого достаточно. Ну вот, по Alibaba мы посмотрели, дальнейшие действия наши достаточно простые. Мы начинаем уже общаться более подробно под конкретным товаром, проверяйте качество. То есть, в первую очередь, мы планируем сделать упаковку, мы планируем сделать private label, мы смотрим, какая базовая упаковка есть. То есть, все уже моменты, которые касаются не товара, а все, что вокруг него. Как они оплачиваются, я забыл сказать, ну, кроме trade insurance и PayPal, мне, в принципе, остальные неинтересные. Если не какие-то сложности, это их проблемы. Из-за этого я отбираю несколько производителей. Если я, как бы, на начальном этапе с ними это все обсуждаю, но если они начинают заднюю включать, я, естественно, сразу от них отключаюсь. Конечно, проблематично, когда вы заплатите за образец. Я с private label заплатил 130 долларов, а 100 долларов они все обещают за товар вернуть всегда в партию. То есть, вы потом закажете товар, и вам эти 100 долларов учтутся, так скажем. Но, как бы, некоторые люди выбивают и достав. Это, в принципе, справедливо. Если немножко упереться, можно было и 30 долларов эти забрать. Я не стал наглеть, но это можно сделать без проблем, в принципе. Если нормальный поставщик, если его реально уже там... Ну, есть люди, которые на рынке любят за 10 копеек удавиться, вот, то есть, это, в принципе, возможно. Мы получаем, значит, информацию по поводу... Как правило, упаковку делают от тысячи штук и делают их партнеры. То есть, кто делает упаковку, они не производят товар. Это стандартная ситуация. Ничего здесь в этом нет. И... Можно... Некоторые заказывают эту упаковку на завод. Ну, то есть, по-разному. Естественно, у каждого завода есть свои партнеры. Если они, опять же, не наглые, у них будет цена дешевле, чем вы найдете. Но, в любом случае, лучше проверить, так же, как и в будущем с доставкой. Когда вы будете определять цену, обязательно всегда сразу узнавайте цену с доставкой. Какой транспорт на ней погонят? За какую цену? Обязательно. Потому что потом, конечно, в итоге, может быть, проблема с доставкой. Товар будет готов, и будете бегать, искать, кто вам будет его доставлять. Потому что производитель вышелет вам нереальные цены. Я, например, вывозил свой товар. Сразу договорился. 725 долларов. У нас там есть какие-то самые такие. Основные. Это FedEx, VPS. И что-то из главы вылетело, которые конторы вывозил. Ну, ладно, неважно. Ну, в принципе, вот эти вот, они самые скоростные. То есть мне за 5 дней доставили товар. Вот. Будем считать там FedEx. И получается так, что если эти компании доставляют вам минимальное количество проблем, по доставке там есть свои нюансы, но мы сейчас говорим о том, чтобы они отдали FedEx, отдали вам трек-номер, и вы за этим следили. Не будем вдаваться, какие там еще есть аферы у китайцев. Получается, цена за 165 килограмм я дал 725 долларов. То есть ориентиры, это достаточно дорого, но для меня была задача максимально быстро, четко, спокойно отправить товар. Вот. Я не пожалел. За 5 дней товар был на Амазоне. Все отлично. Единственный был нюанс, связанный с тем, что в трек-номере у этой компании было написано не 165 килограмм, а 90. И у меня есть на данный момент небольшая недостача товара. То есть набора. Хотя китайцы у меня 100 комплектов готовы компенсировать последующие доставки. То есть они как бы готовы на это. Но в любом случае неприятно, и надо, конечно, контролировать вот этот вес, стоимость, вот эти все моменты тоже учитывать. Такая проблема может быть. У меня вот так. Потом, значит, с доставкой мы определились, мы в цену влазим, все нормально, потому что нам нужна конечная себестоимость товара на Амазоне, а не сама цена, которую они произведут нам. То есть нам нужна конечная. По цене мы определили, и следующее это Privat Label. Потому что можно гипотетически без Privat отправлять, но если без упаковки, это возможно вообще на раз-два. Можно второй, третий поставки, когда мы увеличим количество, уже суетиться об упаковке. У всех, естественно, товары разные, все по-разному. Есть товары, которые обязательно в упаковке идут, тогда сам Бог велел. Но мы сейчас говорим именно о среднем варианте. Упаковка не столь важна на первой поставке. Наша задача желательно получить Privat. Privat вот мне обошелся на два товара по 50 долларов. Из-за этого получилось 100 долларов с доставкой ко мне домой. Потому что они все как бы заявляют, что доставка бесплатна. Но могу сказать, мне некоторые товары присылали и бесплатно. Правда без Privat Label. Вот без Privat они бывает и доставку сами оплачут. Когда они заинтересованы, если вы правильно переговоры проведете, естественно, они будут там очень сильно стараться с вами завязать работу. Так что и такие варианты тоже есть. Опять же, все зависит от вашего умения переговоры вести. Получили мы когда ответ по Privat Label крупные, как правило, начинают голову морочить. Ну, по крайней мере, у меня так. Более мелкие, более податливые и легко. Я, честно, могу сказать, свой Privat Label нарисовал на листочке бумаги примерно отправил им на iPad'е сфотографировал, отправил по Skype'у и в течение часа они мне нарисовали, как будет на моем товаре. Меня все устроило, мне прислали образцы, было все отличного качества. Я уточнил, будет ли краска облази, там все вот эти моменты, все было наивысшим уровнем. То есть вот так. С более крупными я общался, то есть мы будем Privat делать со тысячи штук. То есть начинается вот эти вот. А сейчас они мне постоянно на почту шлют с коммерческим приложением. То есть более, чем, опять же, еще раз говорю, чем более молодая фабрика, чем может быть даже продавец. У меня, например, не фабрика, мне дали более выгодные условия именно компания торговая. Я очень долго их раскачивал, задавал там наводящие и провоцирующие вопросы. Но ответили классно, все было четко. Но вот единственное, косячили с наличием. Не смертельно, но как бы дискомфортно мне от этого было. Ну, решаемые проблемы в любом случае. Так, идем дальше. Privat нам сделали, нарисовали. Мы договорились о стоимости, отправили товар там, туда, куда, где мы живем. Стоимость такая дорогая, потому что доставка быстрая. Реально, в течение, мне вот в России доставят в течение пяти дней. Если через Алиэкспресс, Алибабу, я раньше товары заказывал дешевыми, там, китайскими этими доставками, мне выходило в пределах месяца, а через Алиэкспресс вообще в течение двух-трех месяцев. Вот. То есть, достаточно, достаточно все это муторно происходит. Здесь это быстро приносит домой, расписался, получил. Все круто. Двигаемся дальше. Получили товар. Это, как правило, если вы переговоры правильно провели, то есть, 3-5 дней, доставили вам еще 5-7 дней, грубо говоря. Получается, две недели вы уже потратили. Вам товар понравился, вы, соответственно, переправляете деньги. Переправлять деньги я отправил за образец через PayPal. Первый 30% я платил через PayPal. Они мне хотели включить еще сразу, как правило, 30% берут стоимость из доставки. То есть, грубо говоря, полторы тысячи плюс 700, две двести, 30% 660 долларов. Я сказал, извините, ребята, за доставку я буду платить по факту. И заплатил им, соответственно, 30% 450 долларов. PayPal отправил. Они обещали две недели, сделали за три. Отправил им через Trade & Shure оставшуюся сумму. В течение суток они отправили в транспортную, дали мне трек-номер. Я за этим следил в течение пяти суток на Амазоне. То есть, в принципе, скорость работы и всего остального именно происходит таким образом. Когда будете уже профессионально этим заниматься, постоянно, будем, естественно, заниматься, искать варианты по снижению себестоимости. Снижение себестоимости доставки, снижение стоимости товара. Ну, самое простое, естественно, мы понимаем, это увеличение объемов. Увеличение объемов, может быть, частота заказов и всего остального. То есть, это стандартная работа. После того, когда мы уже поймем, что мы опустили, то есть, тех трех-четырех фабрик с этим аналогичным товаром не надо никуда убирать, просто сказать, вы там, типа, в этих переговорах проиграли. Если вам интересно, отправьте мне бесплатно товар без PrivatLabel. Очень многие отправляют, очень многие отправляют аналогичный товар, можно запрашивать тоже на халяву. Конечно, товар нам как бы бесплатно дают. Можно написать, отправьте мне все товары, которые вы считаете не будут интересны в будущем или, может быть, сейчас даже. То есть, PrivatLabel вы берете один или два, сколько вы заказываете, а без PrivatLabel заказать можно на халяву, опять же, сейчас говорю, сколько угодно, сколько нежадный производитель. Всех остальных держать надо на коротком поводке, общаться с ними, говорить там информацию, что у меня так все классно. Вот. И они, может быть, не сразу подвинулись, а со временем, когда вы увидите, что вы реально, действительно, компания, как вы в письме написали, а не Филькина Грамота, у вас будет другое предложение. Потому что, когда ваш, может, поставщик цены начать что-то там в свою игру играть, у него свои задачи, у вас свои задачи, а у вас будут более интересные цены, более интересные предложения, вы сразу можете их выкатывать, опять же, своему поставщику и доводить его до белого коленя или там, я не знаю, но в любом случае постоянно, постоянно надо их держать, держев их рукависть, чтобы они не расслаблялись. Не по качеству, не по, соответственно, этому, как ее звать, по цене. Потому что очень важно цена-качество и каждую поставку надо запрашивать обязательно образец себе. Вот, что они там делают вообще. Потому что, особенно торговые компании, да какая разница, и производители также могут дешевое сырье, что-нибудь там намутить, намудрить. У меня получилось качество нормально. То есть, из моих сейчас 90 там с лишних отзывов, один только отзыв на одну звезду. Пять отзывов, по-моему, четыре звезда, остальные все пять звезд и на четыре звезды. Ну, люди пишут, все классно, просто ставят четыре звезды. Типа, за такой товар там пять звезд. Ну, и есть люди просто такие, которые не ставят пять звезд, нам надо, чтобы он сам готовил, сам летал, сам ездил, сам звонил и отвечал на вопросы. Так что, вот так вот. По негативным отзывам то же самое. Человек написал просто, мне кажется, гадость. Вот. Ну, вот бывает такое, все бывает. Надо с этим как-то технично бороться. Что еще интересное по закупкам товара? Ну, я уже показал. Два сайта. Себестоимость вы высчитываете на калькуляторе. Есть у нас такой, раз калькулятор. Вот такой вот есть. Можно на нем пробовать. Можно пробовать на вот таком калькуляторе. Я, в принципе, свои видео рассказываю для тех, кто уже, так скажем, прошарен, уже этим занимался. Мне интересно просто пересказывать, как работают кнопочки. Потому что, я еще раз говорю, в любом бесплатном курсе есть подробное описание, куда что нажать, завести сюда осин или аналогичный товар и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это все элементарно. Еще раз говорю, будут вопросы, я, конечно, могу объяснить, но не хочется затягивать эти видосы. Потому что, это вторая стадия, кто сюда уже дошел, я думаю, и так уже все знают, всем все понятно. Единственное, может быть, какая-то просто информация или размышление, не больше. Это не учебное пособие, это исключительно мой опыт и мое представление, как этим заниматься. У кого есть какие-то предложения, комментарии и коррективы, так скажем, с удовольствием выслушаю, пообщаюсь, спишемся и так далее. По доставке, в принципе, все. Ничего такого особенного нет. Кто продает курсы и 90% времени тратит на всякие программки, куда еще нажать. на самом деле, когда вы это один раз пройдете, вы просто поймете, что это супер неважно. Очень важно выбрать товар и очень важно его привезти, то есть купить за нормальные деньги и очень важно его продать. Все. Больше никаких моментов нет. Не нужны никакие там дополнительные знания, за которые требуют серьезные деньги. Серьезные деньги могут требовать только заодно, что, как я понимаю, это реально за ручку взяли и действительно вы выбрали товар. С вами человек сел опытный и сказал на своем заключении «А лучше два, а лучше три». И вы выбрали свое, потому что учесть очень сложно. Много моментов подводных камней и, естественно, никто точно угадать не может, просто могут рассказать вам про риски. Самый главный опыт это уже в момент элементарный, я когда начинал, у меня не было вообще ни одного курса только по бесплатным и мне никто не подсказал, какой реально код на одноклете. UPS-овский, который вы купили или тот, который вам дал Amazon решительный. Вот, то есть элементарная вещь. Мой производитель, например, клеит одну наклейку бесплатно. Я наклеил UPS по незнанию, потом я уже видео на YouTube нашел по Amazon и все остальные фирменные амазоновские, как наклеивать надо правильно, там не на угол, что-то там читалось. Вот, я этого не знал и попал на 100 долларов. Хотя многие в курсах опять же советуют нам первый раз не рисковать, чтобы Amazon сам наклеивал. То есть я даже так ошибся, мне Amazon написал «У вас произошла ошибка, мы вам наклеили вот эти коды». То есть вот элементарная ошибка мне стоила 100 долларов. В принципе, в принципе, мы вот со многими общаемся, я считаю, особенно новичкам, у которых есть все-таки средства, есть средства, которые сомневаются идти на курсы по каким-либо причинам. Курсы разные, опять же, можно пообщаться, у меня достаточно курсов, которые мне люди дали, которые их прошли или не прошли. Вот, есть свое мнение, как бы, но в любом случае на курсах что-то дают однозначно. Просто единственное моя, мне так кажется, что они просто слишком дорого. Вот и все. То есть курсы – это нормальная тема. Нормально учиться, это правильно. Просто не должны курсы стоить как нам предлагают в курсе стартом 2000 и сейчас уже пишут, уже не пишут минимальную сумму, уже пишут сколько вы можете заработать. То есть уже такие пошли маркетинговые ходы типа там как в кино нам уже не Терминатор 2, 3, 4, 5, 6, а уже название. Не iPad 1, 2, а уже AR. Так же и здесь. То есть уже идет такая подмена такая интересная и происходит именно почему я об этом говорю? Ну, когда вам говорят лозунг «Бизнес» за 2000 долларов и с вас берут 1000 долларов, за обучение это кудряло слишком. 10-15% затраты могут быть на обучение, но никак не 50 и не более. А сейчас курсы у некоторых там 2-3 тысячи, но я не знаю, откуда они эти деньги вообще берут. Вот, из-за этого по курсам я говорю так. И мне, мое личное мнение, у кого все-таки есть какие-то вот в этом отношении задумки, желания, пожелания, это надо желательно, желательно, конечно, кому-нибудь на хвост сесть, более опытно. Это вообще идеальная ситуация, когда человек, но человек не то, что там за бесплатно работать не будет, просто он будет просто подсказывать, помогать. Но это очень важно, очень, очень важно. Вот у меня этого не было, я потерял как минимум тысячи долларов на, начиная, вот как я, например, делал с наклейки, начиная, например, может быть, надо было мне чуть-чуть поторговаться на каких-то моментах. Опять же, доставка у меня была вот эта вот завышенная, то есть через, например, трейд-иншурнс у них надо взять. То есть, может было спокойно, вот по каждому, если пункту пробежаться, у меня лично, может было спокойно даже вот на этом сразу, это долларов 300 скинуть, поискать транспорт, но если у людей уже есть опыт, то есть более дешевый, но он такой же надежный, скоростной, это еще, грубо говоря, баксов 200. И самое главное, это будет третья, третья тема, это продажи на Амазоне, тактики совершенно разные, есть, конечно, как бы базовое представление у меня, но там можно еще сэкономить на продвижение своего товара сотни долларов, то есть, в любом случае, в любом случае, если вы найдете себе, я совершенно не советую себя, я говорю о тех людях, которые реально дадут какого-то результата, есть смысл людям платить, опять же, не всем, потому что я сейчас, общаясь с многими людьми, мне рассказывают, что сейчас практически все, кто прошел курсы, только-только начали торговать, уже все свои курсы запускают платные, ну, я не знаю, я не понимаю этого, чтобы чему-то учить, надо что-то иметь, что-то знать, и те люди, которые реально работают, пашут, и у которых и так все получается, в принципе, не до курса, но очень маленькое количество, как, там, я не знаю, быть врачом, учителем, призвание иметь для этого, ну, я сомневаюсь, что все они имеют призвание, а уж тем более знания, такие, которые реально помогут, но в любом случае, если вы найдете такого человека, который вас будет курировать, так скажем, на курсах, наверное, такие есть люди, но там берут действительно, там, серьезные деньги, а дают информацию из бесплатных курсов, и дадут, там, я не знаю, вот если вы в какое-нибудь сообщество зайдете, вам и так эти программы кидают, там, я не знаю, с горой, просто нет вообще таких проблем, я уж про курсы-то вообще молчу, что особых там сильно покупать, смысла нет, там, люди обмениваются в интернете вообще без проблем, вот, а конкретно про какие-то там знания, единственное, единственное, я говорю, если это есть общение, закрытая группа, в которую попасть, не вариант, тебе лично, вот, кто-то ведет, один или несколько, если в фейсбук-группе и вам помогает много людей, но не лично, не близкий, так скажем, я не знаю, что лучше, лучше, конечно, найти профи, который действительно серьезный и грамотный, вот, то он вам поможет реально, то есть, 300-500 долларов, это точно это устроит, я вот уже сделал вывод по себе, вот, так что, всем советую, если вы этим занимаетесь, если кто не готов платить за курсы, или вообще, в принципе, не хочет, как и я, я, потому что, в принципе, ну, как бы, я не проходил курсы, и ничего не могу сказать по этому поводу, хотя я их, естественно, видел, но, но, найти человека, который вам будет, вас вести, это правильно, то есть, не, не, так скажем, не отбрасывается такой возможность, плюс, я еще скидывал в предыдущих видео, про человека, который на форуме бесплатно консультирует, и по скайпу за денежку, там, за час 25 долларов берет, тоже достаточно такой нормальный вариант, причем, там, нет такого подхода, знаете, там, закиньте мне сначала бабок, потом я вам что-нибудь расскажу, у меня, вот, например, я с ним вообще пообщался, мы договорились еще раз о встрече, точнее, я пообщался, просто все узнал, все показал, с меня денег не взяли, потом еще раз мы с ним пообщались, далеко не час, а несколько часов, и потом он мне, там, я не знаю, он говорит, я вообще это не ехать было, я забыл, через, там, две недели мне выставил счет по PayPal, я мне 25 долларов поплатил, то есть подход мне нравится, если вас что-то не устроит, вы можете не заплатить, нет такого, чтобы платить все вперед, тоже тема нормальная, если, опять же, кому-то это интересно, видео предыдущее смотреть лень, напишите, я вам скину человека, или, по крайней мере, хотя бы на форуме, это и по eBay касается, и по Amazon тоже самое, в принципе, все, следующий видос будет по тактике продаж, то, что я знаю, опять же, какие варианты, я на данный момент попробовал, именно свой опыт, не более того, потому что я сейчас, например, через Facebook, огромное количество мне SEO-шников предлагать свою услугу, просто огромное, я над ними просто тащусь, есть сервисы, сайты, на которых уже есть какая-то история у этих людей, но туда есть смысл обратиться, особенно, написать тоже описание, description, title, примерно 50 баксов стоит, если вы, грубо говоря, там, кайфалом, или доверяете им больше, чем себе, ну, в принципе, это нормально, а SEO-продвижение, я на данный момент, убогий человек, никак не допру, как они через SEO могут продвинуть на первую страницу товар, не могу понять, я понимаю, что двигается товар за счет тайтла и диск этих самкивордов, вроде все сделали, как это повлияет, потому что я вижу реальную динамику от продаж, продал ты сейчас, я не знаю, там 10 штук, у тебя бы селеренк скаканул, у тебя все скакануло, не продал, у тебя все вниз, место положения на страницах меняется реже, но также меняется в зависимости от этого, то есть, продаешь ты 5 дней, стабильно много, ты, естественно, двигаешься по этой ключевой фразе, нет, ты двигаешься в обратном направлении, вот, то есть, вот такая вот история, в принципе, все, как обычно, лайки, дизлайки, комментарии, подписывайся на канал, буду стараться еще там что-то выкладывать, ну и пишите вопросы, в принципе, я по ним могу спокойно видосы им написать, все, в принципе, всем пока,